Учения, которые сейчас популярны в мире, не знаю, насколько они популярны в Мумбаи, но на Западе они стали очень популярными. Вам говорят, будь в моменте. Просто отпусти ситуацию, и все будет хорошо. Это значит, что кто-то должен делать все в вашей жизни незаметно для вас. Только тогда вы можете все отпустить. Вам говорят, делайте только одно дело за раз. Видите ли, все эти учения регрессивны. В том смысле, что, если просто разобрать одну или два из них, что вы можете отпустить? Скажите мне. Вам говорят, просто отпусти, Бог обо всем позаботится. Что ж, жизнь еще недостаточно вас потрепала. Вот почему вы рассуждаете таким образом. Вы живете в иллюзорном мире. Когда жизнь вас действительно прижмет, вы поймете, что ничего нельзя отпускать. Всем нужно управлять. Отпустите сегодня свои дела и посмотрите, что произойдет. Или попробуйте что-нибудь более показательное. Когда вы за рулем автомобиля, просто отпустите. Многие, кажется, так и водят. Просто все отпустите и увидите, погибнете либо вы, либо кто-то другой. Сегодня эти учения, которые, к сожалению, стали популярными, сильно навредили человечеству. Недавно я встретил группу людей в Америке, которые твердо продерживаются принципа «Будь в моменте». «Будьте где-нибудь еще и покажите мне, как это». Скажите, может ли кто-нибудь из вас быть где-то еще, кроме как в этом моменте? «Можете?» «Можете ли вы быть где-то еще, кроме как здесь, прямо сейчас?» «Нет». Тогда зачем вам нужно такое учение? Вам пытаются сказать следующее. «Не думайте о завтрашнем дне, не думайте о вчерашнем». Это произойдет, если мы удалим половину вашего мозга. Если я удалю половину вашего мозга, вы не сможете думать ни о завтрашнем дне, ни о вчерашнем. Вы просто будете в моменте. Все эти учения появляются потому, что люди даже не знают, как спокойно сидеть на одном месте. Поэтому люди придумывают такие решения. Шанкаран Пилай открыл аптеку в Соединенных Штатах. И однажды ему понадобилось ненадолго отлучиться по одному делу. И он попросил своего сына-подростка, «Пожалуйста, присмотри на один час за аптекой. Я скоро вернусь». Мальчик сказал, «Конечно, пап». Шанкаран Пилай ушел. Через час, когда он вернулся, «Около аптеки он увидел человека, обнимающего фонарный столб. Его глаза бешено бегали. Он выглядел абсолютно сумасшедшим. Он посмотрел на этого человека, пытаясь понять, идет ли тот в аптеку или уже вышел из нее. Было непонятно. Он посмотрел на него, зашел в аптеку и спросил своего сына, «Кто этот парень, который обнимает фонарный столб? Это наш покупатель?» Мальчик ответил, «Да, папа, это наш покупатель. Что ты ему дал?» «Ну, у него был приступ кашля. Так что я дал ему пачку слабительного и заставил принять ее прямо здесь». «Что? От кашля ты дал ему слабительное? Но почему?» «Пап, посмотри на него. Разве он сейчас осмелится кашлянуть?» Есть самые разные решения. Но действительно ли это решение? Вот в чем вопрос. Так что сейчас, из-за того, что вы не можете спокойно сидеть на одном месте, говорят, будь в моменте, не думая о прошлом, не думая о будущем. Скажите, можно ли называть себя человеком, если вы не помните прошлое и не можете представить будущее? Будете ли вы полноценным человеком? Скажите. Вы пытаетесь вернуться назад по шкале эволюции, потому что не знаете, как справиться со своим собственным умом. В этом большая проблема человека. Это единственная проблема. Вы можете называть это как хотите. Но единственная проблема заключается в том, что вы не знаете, как справиться со своим собственным умом. Не так ли? Вот увидите. Если убрать половину вашего мозга, вы будете спокойными. Да или нет? Но скажите, является ли это решением? Разве это решение избавиться от плавина мозга? Если отнять у вас способность оглядываться на прошлое и смотреть в будущее, если забрать у вас эту способность, возможно, вы и будете спокойны. Но ради какой цели? Я знаю, очень многие сейчас говорят, умиротворение и спокойствие ума — вот главная цель жизни. Даже так называемые духовные учителя и лидеры говорят, спокойный ум есть наивысшая цель. Подумайте над этим сами и скажите мне, можете ли вы получить удовольствие от ужина, если вы неспокойны? Чтобы насладиться ужином, вы должны быть, если не радостны, то, по крайней мере, спокойны. Не так ли? Можете ли вы наслаждаться дорогой домой, если вы неспокойны? Можете ли вы наслаждаться обществом окружающих вас людей, если вы неспокойны? Можете ли вы получать удовольствие от того, что делаете, если вы неспокойны? Скажите, если вы не можете быть радостными и восторженными, по крайней мере, вы должны быть спокойными. Не так ли? Итак, скажите, является ли это фундаментальной основой жизни, или это главная цель жизни? Это самое фундаментальное условие. Но сейчас люди возносят его до небес. Они говорят, покой — вот главная цель жизни. Такие люди смогут только упокоиться с миром. Все, чего вы лишены, обычно превращается в небесный продукт. В наше время, если вы скажете «умиротворение», люди скажут «божественное умиротворение». Скажете «любовь», люди скажут «божественная любовь». Скажете «блаженство», люди скажут «божественное блаженство». Человеческие существа способны на все это, не так ли? Быть умиротворенным, радостным, любящим, испытывать блаженство — все это человеческие качества. Да или нет? Если захотите, то можете быть умиротворенными, можете быть любящими, можете испытывать блаженство. но все эти качества экспортировали на небеса. Так что из-за всех этих учений эти простые вещи превратились во что-то очень сложное. Я хочу сказать, что неважно, откуда приходят эти учения, от меня или от кого-то другого, просто отложите их в сторону. Просто используйте свой ум. Вы не можете использовать мой ум. Возможно, вы можете воспользоваться моей мудростью, но не моим умом. Вы можете использовать только свой ум. Поэтому, используя свой ум, экспериментируйте. Если что-то работает, придерживайтесь этого. Если не работает, завтра же перестаньте это делать. Нет необходимости продолжать это еще один день. Но сперва вы должны решить, что вы ищете, утешение или решение. Если вы ищете утешение, то просто верьте во что-нибудь, и это будет работать. Понимаете? Если вы верите, что источник жизни находится в этой лампочке, и каждый день молитесь ей, это сработает. По сути, это будет просто бесплатная психотерапия. Да? Так вы пытаетесь управлять своим психологическим пространством с помощью чего-то, используя якорь извне. Это ничего. Я не говорю, что это неправильно. Если вам это необходимо, вы можете так делать. Но если это не то, что вам нужно, если вы ищете наивысшее решение для жизни, тогда вам понадобится кое-что другое, чего нет в этих популярных учениях. Сила, способная перенести вас из одного измерения жизни в другое. Когда появляется такая необходимость, когда возникает такое желание, тогда вам нужно обратиться к духовности. В противном случае просто займитесь чем-то. Поднимитесь на гору. Это сработает, уверяю вас. Вы укрепите уверенность в себе. Да, поднимайтесь на горы, плавайте в океане. Все это укрепит вашу уверенность в себе. Или верьте во что-то. Но вы должны понять, какова ваша цель, к чему вы стремитесь, есть ли у вас стремление к наивысшему, или вы просто пытаетесь справиться со своей психологической драмой. Это первое, что вам необходимо понять. Однако управлять своей психологической драмой можно только изнутри. Вы можете верить, что используете помощь извне, но на самом деле управлять драмой можно только изнутри, потому что это призрак, которого создаете вы, и его нельзя убить извне. Так что отпустите все учения, и все у вас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!